ебаный в рот сука куда все нахуй делись вот вы где хули вы там сидите вообще в общем братцы всем салам это новый видос нихуя себе сразу вам проспойлерю он будет о покраске бампера и спойлера на 4 также о покраске внутрянки фар да там многие всегда интересуются как это сделать сейчас вам в этом видосе я вам покажу как это все сделать покажу вам как не выписали требования блять уважаемые сотрудники гибдд и чуть-чуть рекламы хотя и скорее это рекомендация в общем все вы да кто смотрели прошлые мои видосы все увидели как я по москве исполнял там на каршерингах нихуя себе так с кайфом сел газ в пол нажал с двух педалей дал дал ушел ебать там оперскую езду на каршеринге ебанул 350 миллионов штрафов поймал блять сука и 350 миллионов штрафов заплатил и при регистрации там ебать куча всяких нюансов блять там ебать чуть ли не свою квартиру надо сфоткать и ты живешь там бля пиздец короче заеб а мои друзья нашли лазейку как легко регистрировать аккаунты вы спросите ебать а как это просто переходите по ссылке в описании на телеграм-канал и там все подробно расписано описано что нужно сделать и так далее в общем переходим по ссылке гоняем и incon ей lodge так ручнику а кстати ручнике то не дергаете на сразу глохнет это типа хотя на52 чем на лекка я сейчас он тоже и будет вас 500 рублей на карту за эту хуйню там же датчики всякие стрещу выручники не дергали типа накрош сразу глухл кто-то си на ходу ручник поднимается просто берете вот это вот и падшку видите вот это пин пачка этот датчик отвечать людей просто на how чё-нибудь заклеивайте как-нибудь что-нибудь на не укладить сано было и можете спокойно дернуть ручки ручники так шабля делать короче исполнять все давайте не заебуйте я пошел а вы блядь пиздуйте видео смотрите до конца досмотрели пишите много комментариев и ставьте лайки короче я вас заебал давайте пиздуйте для короче нам надо поехать в аптеку и блять нам делать неху мы просто решили сейчас сзади нас каршеринг стоит решили на ней короче короче сегодня у нас на обзоре и оберег учатся собраться это новый обзор на skoda octavia берула теперь садится свою старушку блять вот же она суета черный блять мы теперь хуярим на солярисе блять отсосали все блять рено нихуя себе здесь 3 блять к этой хуйня как газы люблю кто меня там сглазил блять главное чтоб не подвела блять в этом селе вообще нету таких магазинах магазин автозапчастик просто просив она прогорела короче мы без номеров хуярим за фурой все блять все блять ебал я платить блять у меня денег нет блять я за за тачку отдал блять 5 косарей блять блять очи да а я без номеров хуярю блять блять ща догонят а охуеть ки на обочине ходишь короче этот сиденье жесткое какое-то есть чё-нибудь постели чуть час поспим хотя бы пару часиков у меня прям реально глаза слипаются от дороги еще из-за тонера блять прям вот реально спать хочется я подумал ну нахуй лучше поспать а то сегодня очень рано встало уже три часа ночи блять и я блять что-то спать пиздец хочу круче сочи поднимаю запиздим дальше ябанство ай блять рад совсем доброе утро короче в общем мы проснулись а проснулись хоть с одной хорошей новостью у меня в инстаграме 30 ткань хуя себе блять в общем мы проснулись у меня короче на одной камере сел ой блять закончилась память фотоаппарат короче сел такая вот хуйня поэтому я снимаю на телефон так что если качество изменилось то не обессуются блять сутка у меня в прищу гибанский будто вскочил блять гандом мы на трассе для писата я если честно я думал я не заснул потому что я в дороге всегда очень плохо сплю прям вот очень плохо я не могу уснуть и вот я езжу в таком полудреме всегда и у меня любой шорох постоянно будет особенно вот здесь машины ездят и я думал я вообще не смогу спать но я как вырубился блять просыпаюсь короче в 6 утра не знаю от чего и не пойму чё за хуйня короче блять смотрю ебаю на дороге думаю блять да похуй и я так сильно хотел спать о нихуя сестрите на порог легла блять нихуя себе он на кантик ебать нихуя и обычно вот тоже в дороге есть даже если усну то я когда просыпаюсь я так хуя проснулся как будто я и не спал ешь такой на адреналине ебать сел поехал а тут я как дома проснулся такой блять что это похуй не поеду никуда и дальше спать лег короче вы до 8 утра проспали 3 часов ночи до 8 утра и сейчас меня уже соня разбудила уже пизданула меня горит просыпайся заебал ты ехать надо вот в общем я проснулся сейчас мы вылетаем отсюда я надеюсь нас там не помнят для дети где мы вчера блять без номеров проехали за курой я надеюсь во первых надеюсь не помнят во вторых надеюсь там никакой у них хуйни такой нету чтобы типа у них там показывал оплатили ли мы за прошлую платную дорогу надеюсь такой хуйни ты но вам все покажу если если есть если будет такая хуйня вот но я надеюсь блять такого нету еще скажу блять так что хуярим и снова хотел вам рассказать о сайте apix на этом сайте можно приумножить свои бабки в разных игровых режимах расскажу подробнее как играть вот я ставлю тысячу рублей нажимаю играть и после обратного отчета начинается наша игра вот идет шкала с коэффициентом на умножится наша сумма можно подождать и рискнуть можно забрать досрочно я вот заберу досрочно с 1000 мы подняли 2 800 как раз вовремя сейчас бы она взорвалась если шкала взрывается точнее останавливается или взрывается то это означает что ваша сумма бы сгорела на балансе было что-то в районе 2000 рублей сейчас вот как видите у меня 4 200 храню я часть денег на сайте потому что у apix есть кэшбэк чем дольше ты хранишь деньги на сайте тем больше apix начисляет бонусов твоему балансу и также на сайте есть куча положительных отзывов а ссылку на apix я оставлю в закрепленном комментарии ну у нас вот требования такие давайте устраню да ты можешь 10 суток есть ты можешь там да не давайте сейчас сразу стану чтобы сняли дымик полюбом писать почему спасу 3 все вот что полку пишет все как ездили по нему так и есть это не модер но обычно когда устраняешь фотка и все это раньше что сейчас все писали но сейчас не пишут так все сейчас не пишут также улететь но у нас нас спрашивает может делать давайте я пойду сейчас расклею и эти варю для 10 суток но сейчас расклею туда не можешь рома на нему не может быть но что вы будете требовать все же устранил мне по-любому но по закону то его нельзя уже будет выписать почему потому что уже устранил между их спорта замерите вдвоем после отчет переживает не нужно требование не нужно даже никому не нужно я просто не могу мне написать наши с устраню пойду я расписаться не будет все будет при этом принес вам уважение к тебе не могу этим не вычислил вот мандер был лучше бы с ним поговорим когда раньше мы не писали опускали стелку фотографируешь все это прокатывал настоящего это не катится нас спрашивали что писать мне нужно больше но я не знаю примета не проверяли он согласен если водитель согласен ты согласен что у тебя тренировка превышает я за тренировку с требованием сам разбирайся а если этот как это называется в тонировочном центре я забыл как называется ну в общем сертификат что я и устранил снял и по новому оплату я с тобой согласен в общем законодательстве это не прописано ну да я знаю так требуем не больше нет ша блядь давай брат увидимся блядь ша блядь сумка требования написали блядь мне похуй блядь пленки ездил я уже два требования похуй я уеду жить в магадан блядь а вообще на самом деле я мог в залубу полезть там ебать начать качать типа не то чтобы качать просто устранить пленку дело было в устранении если бы я ее устранил я бы сказал типа пленки нет ебать там то и се но мне пиздец как не хотелось ее устранять во первых во вторых Я не захотел, почему в залуку лезть, потому что у меня в машине миллион нарушений. Если бы я такой на принцип пошел и сказал бы, давайте делайте все по закону. По закону вы не имеете права выписывать, если тонировку я уже устранил. Но он мог бы дайпаться и сказать, типа, ага, раз ты хочешь все по закону, давай и въебать меня там за посадку. И много-много-много за что. Так что поэтому я чуть-чуть, блядь, себя в руках держал. Ну и не расклеился в итоге. Если бы я расклеился, уже был бы другой разговор. Сейчас, как бы, по закону, блядь, плюс-минус он сделал все правильно, были поняты, были там всякие уебки. Вот, и в этом, блядь, как бы я против ничего не имею. Но если бы я снял, это был бы уже другой разговор. Так что, короче, блядь, ебал эти требования. Посижу, подумаю, выйду, затонируюсь. Все, все как обычно, блядь, все как всегда. Вот, ну в общем, я надеюсь, эти требования у нас биться не будут очень, на это надеюсь. То есть, блядь, заебасы уже, блядь, ехать. Я уже больше суток еду, блядь. То, блядь, прокладка прогорела. То, блядь, мусорастный, блядь, то спать захотел. Я уже заебасы, мы вчера выехали в 10. Сейчас уже, блядь, сколько? 9, нахрен. Сука, блядь, заебасы уже сутки гуляем, блядь. Ну, с остановками, конечно, но суть в том, что в дороге, блядь, я уже заебасы, я домой хочу, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заебёте, блядь. Не расклеюсь я, ну, ебаный звук. Наверное. Дальше че? Не наверное. Остановили, короче, я им показал свое постановление и свое требование, блядь. Они посмеялись, типа, и, бать, говорят, уже все выписали, все, что можно, я грану типа там, блядь. И все, и, в общем, блядь. Счастливого пути. Я сказал, блядь, савочки, братцы, блядь, мы, братцы, блядь. А еще че? Вот. И, в общем, хуярю. Блядь, че за день сегодня? Сейчас, короче, стояли там мусора на заправке. Я фуру, а я хуярю 160. Я фуру, короче, обгонял. Они начинают меня тормозить. А я не остановился, короче, блядь. И пролетел возле них, блядь. И хуярю теперь. И мне интересно сейчас поконяться, не поконяться, кто его знает. Или, блядь, сейчас нам дальше придут. Что за день, ебаный, в рот, блядь. Да вахту, блядь. Сегодня у них какой-то рейд, походу, или че, нахуйня. Хуй пойми. Но, блядь, я уже заебался останавливаться. Я просто уже, блядь, как шел, так и шел. Прошел, нахуй. Заебали уже, блядь. Че, всем надо, они че, не могут между собой? Э, блядь, четырки уже выписали. Отпустите его, блядь. И все, и, блядь, улучшайся, поконяться будет. Контент, блядь. Долмоёк, блядь. Не, вроде не гоняться, нихуя. Да, скипись ты, ебаный в рот, блядь. Да, скипись ты, ебаный в рот, блядь. Блядь, ну, вроде нету, хуй его знает, блядь. Но они на гранте, я думаю, они так, блядь, не погонятся. Это хуй его. Да, хуй его. Да, скипись ты, ебаный в рот, блядь. Блядь, еще один, блядь. В общем, этот, блядь, с радаром стоит, еба меня тормозит. Такой с радаром, блядь. А я, блядь, забыл, что, блядь, 130, нельзя ехать, блядь. Я, короче, ехал 128, блядь. А он говорит, есть 90, можно ты хуярил 128. Потом что-то постояли, побазарили, блядь. Он споял, что я его снимаю. Я телефон резко заблокировал. Говорю, не, не, я не снимаю. Блядь, ебаная дорога, надо быстрее меня обгоняться. Я в левую полосу уйду, блядь, быстрее. И все, он говорит, слева пути типа всех, блядь. Блядь, да пиздец, я не знаю, что сегодня за день такой, блядь. Что за хуйня? Ну доехали вообще с кайфом, обратно едем, блядь. Каждый останавливает, на каждом этом стоят, блядь. Не, не каждый, один раз не остановили, кстати. После того, как я не остановился, после этого, следующий пост, я там проехал, и они на меня посмотрели, блядь, и не остановили. А я думал, по рации передадут, скажут, типа, блядь, нормозите его, въебите его, блядь. Блядь, заипался уже, сука. Но, блядь, я ж долбоем. Спокойно мы не можем ехать, так что, блядь, будем по... Блядь, приходится страдать, блядь. И на телефон снимать, блядь, сука. Заипался уже, блядь. Так что все, блядь. Ебашим в кашу. Пиздец, блядь, платная дорога. За что я, блядь, плачу, ебаный в рот? Да хуй с ним я, блядь. Вон, даже стоковые машины, все прыгают, блядь. Сейчас все будет видно? Прыгают, все в припрыжку, хуярят. А я вообще пиздец. Я больше всех вахую. Ебаный в рот, блядь. Схуя ли она платная, блядь? Если она уебанская. Ну, короче, блядь, я ж не бежу, я ж пиздец не буду. А не пиздец, как все прыгают. Вообще фура по левому ряду хуярит, ахуевшая, блядь. Такая умная. Да вон, вон, прыгает, вот. Хуярит, блядь. Такая умная, сука, блядь. Сам разъебали правую сторону, блядь. Правую полосу. И такие умные по левой теперь хуярят, левую разъебывают, блядь. Ебаный в рот, блядь. Поперегружают, потом пиздец, блядь. Вот, вот. Вот сейчас, смотрите. Оба, оба, блядь. Сигает нахуй. Вот, 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 вот. Смотри, как взлетит сейчас. На нахуй. Уай, блядь. Но у них, сука, какой-то амортизирует машина нормально, блядь. Не то, что у нас. Уай, блядь. Ладно, не так уж и серьезно. Все, в общем, мы приехали в Ростов. Блядь, жарко тут пиздец. Кондер теперь хочу сюда поставить. В общем, вот тачка. Вот такая вот грязная. Вот, блядь, смотрите. Просто, блядь, максимальный распиздос на ней происходит. Это просто все с дороги. Просто вообще у нее цвета нету, блядь. Она матовая в натуре какая-то, блядь. Вот. Глядь, насадки тоже матовые, грязные, пиздец. Бля, в общем, все, это новый день. Сегодня, короче, у нас в планах покраска. Покрасим мы, в общем, сегодня спойлер. Потому что он, блядь, так, мягко сказать, подустал. Вот он весь в сколах. Это я уже подкрашивал кисточкой вот эти вот все моменты. Так он весь вот этой хуйни всякой. Всякие бать-сколы ебучие. Вот. И, в принципе, он матовый, блядь. Если там видно, хуй его. Я давно хотел это сделать. Вообще, я заказывал новый спойлер. Мне его так нихуя не прислали. И, в общем, я решил... Я хотел потом баллончиком покрасить его. Вот. Потом думаю, хуй с ним. Сейчас мы нормально его покрасим. И покрасим еще передний бампер. Потому что он весь, блядь, короче, облез гондон. Потому что, блядь, не покупайте и крашенные бампера, блядь. Потому что там хуй кто грунт вам наносил. Нихуя тут нет ни грунта, ничего, блядь. И на каждом... Сначала, блядь, это все кажется идеальным. Там вам, может, месяц дадут гарантию. Потом, блядь, с первой мошкарой на мойке вместе с краской все нахуй отлетает, блядь. И вот такая вот залупа получается. Это, несмотря на то, что... У меня тут бампер три года. Я его с пистолета почти никогда не мыл. Я всегда сдалека хуярил, чтобы нахуй ничего не отвалилось. И, несмотря на это, все нахуй отвалилось. И как раз бампер покрасим. Мы посмотрим, как он будет смотреться без жидкой резины. А потом многие же спрашивают, как, блядь, как ты сделал эту хуйню, блядь? Я говорю, жидкая резина. А как это? А что? А как? А где, блядь? Ну, блядь. Ну, сука, вот же все. Все это элементарно, блядь. Просто взял и покрасил. На одном болту у тебя держится. Я знаю, я его хуево крепил. Потому что на посадке бампер должен ходить, блядь. Ну да, согласен. Чтобы при ударе он не лопнул, а чуть-чуть подвинулся. Просто я обратно встал, блядь. Бля, короче, все нормальные люди приходят с бачками, чтобы краску там подобрать, да? Мы что-то долбоебом со спойлером идем. Всем, может, еще с бампером пойдем. Ай, блядь. Всем здорово, ева, на стол. Смотри, на свету, а я сейчас еще как-то... А, хотя нет, почему? 50. Блядь, вроде, наверное. Да не, вроде, наверное, сушили. Все, в общем, мы приехали, блядь, с нашими дарами. Сейчас будем красить. Ну, хоть так пообдирало. Жалко, живу, блядь. Что? Пообдирало мне бампер. А он какой-то, как резина сломил. Да, кстати, мне вот интересно, вот, смотрите, жидкая резина, вот, вот, на... Как это называется? На бампере, блядь. Она у меня прожила 3 года. И вот, смотрите, вот, после 3 лет, вот, я же, да, всем советую, вот, покрасьте жидкой резиной, чтобы, если вам не понравится, можете отодрать. Вот, 3 года прошло, вот, это сейчас Соня подрала, а так вообще нигде не было ни одного скола. А вообще, вот, видите, вот, сама общая часть, вообще ни скола, ничего, ни одного нету. И вот, вот, просто берете, вот так обдираете. Вот, если вам когда-нибудь надоело, да, черная полоса ваша, блядь, просто вот берете, как пленку. Вот так вот, блядь. И у вас бампер целка. О, нормально снимается тут. Ну да, несмотря на то, что она 3 года проездила уже, и мойки, и, блядь, камни, и все, она пережила. 2 минуты, блядь, и у вас бампер снова целка. Почему здесь такой бугор стал, я не помню. Это мы сейчас погнули? Или он, блядь? Счищаем старую краску. Потому что только смелых сама лезет в самолет, потому что только смелых уважает в сада, потому что в самолете все завесит на твенках. Все, в общем, блядь, всю хуйнюю чистили. Теперь наши, блядь, детали готовы к покраске. Грунтовки. А, блядь, грунтовки точно, блядь. Мы же грунтуем. Сукот, в чем прикол? Не грунтовать, я не пойму. Блядь, лучше бы эти бампера стоили на те же 300 рублей дороже, но с грунтом, блядь. Их бы все покупали, конечно, блядь. Что делали? Их бы покупали меньше. Почему? Ну, блядь, типа, если бы они были хорошие, они бы ходили долго. А, да нет. Да, блядь, человек, который покупает крашенный бампер, он в первый раз уже не покупает крашенный бампер. Ну да, он поедет его по краситу номера. Да, после того, вот он, например, у него вся краска слезет, ему легче же 3000 отдать маляру, чем, блядь, за 3000 покупать новый бампер. Ну, не понятно, блядь. Это все понимают, блядь, чисто все ошибаются. Так что никогда не покупайте, блядь, крашеные бампера, это все хуйня. Любовь. Все вам говорят, да ебать там покраска высшего уровня. Все, блядь, до единого это говорят. И все, кто у них покупает, у кого-либо крашенный бампер, рано или поздно они вот начинают такой хуйней страдать, блядь. Разваливаются, блядь. Все, короче, наносим грунт на спольню. Короче, я вот, блядь, как приехал в Ростов, но я сейчас нахожусь в Ростове, я как приехал в Ростов, я же в сторис это выложил, и я удивился тому, как много людей из Ростова, да, меня смотрят, ну, пацанов. И вот хотел бы вам тоже так, так сказать, прорекламировать. Ну, на самом деле это не реклама, это просто чисто моя личная рекомендация, потому что это мой друг, блядь, с детства. Сука, ну, просто чтобы никто не думал, типа, блядь, это такая беспалевная, типа, есть же скрытая реклама, блядь. Нет, это реально рекомендация. Вот, вот, я сейчас, блядь, фотку прикреплю, как мы с ним пиздюки, блядь, вместе. Вот, и, в общем, мой друг переехал в Ростов, блядь, тоже из Черкесии. И, короче, он занимается, начал заниматься сейчас покраской. Вот, вот эту четырку он, короче, сам красил, блядь, полностью ее обливал. Вот, ну, она сейчас грязная, пыльная, пиздец. Ну, в общем, блядь, ну, суть вы поняли, блядь, занимается маляркой, покраской. Вон ту десятку сейчас вам тоже покажу. Ну, я, блядь, сейчас вот буквально сегодня мы ее расклеили. А, вчера ее покрасили, да, вот вчера ее покрасили. Мы бампер еще не красили, короче, ее будут отдельно бампер красить. Вот, в общем, вот она, блядь, покрашена, нихуя себе такая, блядь, вся. Ну, еще она будет доделываться. Так что, пацаны, кому в Ростове нужна будет малярка, покраска, там какая-нибудь любая хуйня. В общем, я ссылку на ВК оставлю в описании. Пока что он не стал профессионалом и цены не стали профессиональными, нихуя себе. Можете обращаться. По хорошим ценам вам сделает хорошо покрасить как всю машину, так и какие-то отдельные детали. В общем, блядь, поняли, да, если вам нужна малярка, а у вас нету денег на профессионала неебучего, блядь, обращайтесь к нему по ссылке в описании. Там, ну, не профессионал пиздец, но, блядь, хорошо, делает хорошо. Я бы к нему свой, блядь, бампер А4-ки не отдал бы, если вам хуево делали. Все, короче, мы, блядь, загрунтовали. И спойлер, и, как там называется, бампер. Короче, братцы, это уже следующий день. И мы, короче, сейчас поедем смотреть, что там с нашим бампером, спойлером. Блядь, вот смотрите, вот, блядь, вот же, ни одной ржавчинки, нахуй. Целка, просто вот эта обработанная хуйня, вот эта следы от спойлера, ну, блядь, ни одной ржавчинки, ни одной рыжики. Ебаный ствол, как я хочу пожать руку прошлому владельцу, этому дедуле, который все это сделал, блядь. Смотрите, как вот тут все обработано, все, это вот весь кузов изнутри такой, блядь. Только я дно испортил, ну, это я его испортил, потому что мне захотелось его обешумить. Я все вот это вот, вот эту всю хуйню убрал обезжиривателем, блядь, все, короче, это растворителем, все нахуй вымыл. Заклеил уебанскую шумку, потом, блядь, затопил пол. И вот, ну, после зимы я буду все переварить, потому что, ну, оно сгниет, потому что я рукожоп. Я не могу вот добиться вот такого, посмотрите, сколько, ебаный, в рот лет этой машине. У нее даже рыжика нихуя нету, просто вот, просто в идеале, нахуй, все. Вот это вот грязь, вот эту всю убрать, вот, 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 блядь, нахуй. Одна грязь, я это все вымою, ну, помою, так чуть протру просто. А так вот это все, ну, это просто спойлер, тут спойлер, он трется, хуется. На, по-моему, на всех машинах, блядь, даже на свежих, блядь. Вот, смотрите, все обработано, нахуй, ни одной ржавчики. Вот, видите, вот все, и вот весь, все двери, блядь, изнутри, изнутри. А, и двери я тоже испортил, блядь, все было вот так и обработано. Я, блядь, шумкой все нахуй заклеил, блядь, я прям вот реально хочу руку пожать этому дедулю, который, который ее вот так вот добился вот этого всего. Все лонжероны, все залито было. А сейчас, короче, я снимаю дворники, хочу их тоже освежить, они, видите, вот, чуть-таки уебанские. Сейчас, короче, на той четырке будем красить фары изнутри, как вот у меня, вот, видите. Кстати, расскажу тоже сразу, как фары покрасить изнутри, вон, видите, блядь, покрашено черным. А у него, у него вообще какие фары, киржач или бош? У него фары киржач, у него придется просто фару изнутри красить, у него нет. Вот у меня вот тут такая вставка, она глянцевая идет, ну, хромированная, точнее. Ее надо втекать в черный, а на таких фарах киржач, как у него, у него просто там внутри, блядь, фару в черный красить, и пиздец. Сейчас покрашу, вам тоже покажу, как это делать. Сейчас мы приехали на авторы, например. Да, я громко говорю. Короче, я хочу купить себе ксенон новый сразу, потому что я лампочку разбил случайно. И герметик нужно для фар, блядь, чтобы, короче, их покрасить. Их потом уже заклеить надо, им нужен герметик, блядь. Вот, так что сейчас будем покупать. И что-то еще надо было, но я уже забыл. А есть у вас ксенон? А, ну сколько, 60 тысяч? Да. Лампочки ксенона, 60 тысяч. Все, в общем, мы, блядь, припиздили в гараж. Смотрим, блядь. Все, вроде заебись, блядь, не поцарапай, блядь. Не, заебись. И цвет вроде мой. Блястики, ябану. Все, наконец-то, скафель. У меня нормальный бампер. Че? Ну что, говорю, нет? Блядь, ну я ничего не вижу. Свет нормальный бампер. Тоже, все заебись, наконец-то, теперь у меня, блядь, нормальный спойлер. Я, блядь, об этом... Да, я об этом, блядь, мечтал два года, блядь, чтобы его покрасить. Все так, все. Теперь, блядь, всю тачку отполировать под бампер. А тут теперь, блядь, на виду бампера и спойлера, блядь, на фоне, то есть бампера и спойлера, теперь, блядь, будет машина казаться уебанской. В общем, для того, чтобы покрасить фару, в первую очередь нам надо, блядь, снять вот эту вот ебаную пластмасску. Снять саму фару, для этого просто берем либо ключ на 10, либо, если у вас есть головка, просто головку на 10, откручиваем вот тут, короче, блядь, гайку. А там две гайки, найдете сами, и вот здесь, блядь. И, собственно, снимаете фару. После того, как, короче, вы сняли ебучую фару, вот такие вот скобы у вас должны быть. Ну, блядь, эта ебаная фара, наверное, сто раз разбиралась, вот этих сок нихуя нету. А, надо еще ресничку эту вытащить, ебаную. Хуям вот так, блядь, уходи. Все, заебись. Считайте, вы фару разобрали, блядь. Вот, теперь, короче, легко и просто берете... А, надо еще поворотник снять. То есть, у вас фара старая, то, короче, герметик очень легко вот так уходит, вот так вот просто, блядь. Ой, я наебнул. Просто вот так вот, блядь. Ёбаный, брат. А, вообще, короче, я, блядь, сука, вот надо было тебе сейчас ехать, ебаный, блядь. Ебать еще и в шлеме, блядь, в утро никуда не едет, блядь. Я вспомнил, как я делал старая или новая фара, я, короче, канцелярский нож брал, канцелярским ножом вот так вот герметиком надрезал в эти щели. Потом было легче, короче, это драть. Короче, вхуяриваете вот так вот щель где-нибудь делаете, и у вас открывается герметик, и вы вот так нахуй... Ша, блядь, и он такой не может устоять, и вот так все, фара разобрана. Если фара у вас, конечно, новая, свежая, она будет все посложнее, надо будет просто, блядь, где-нибудь надрезать герметиком, засунуть туда какой-то ножик или отвертку, так отогнуть, и герметик как бы потянется, и вы сможете легко его отрезать по кругу, и как бы легко фара вот так вот и снимется, блядь. И те, кто говорят, типа, если фару в черный покрасить, хуёвый ли свет, блядь? Нихуя, свет-то, блядь, вот отсюда, вот от этой залупы, хотя и походу пизда вообще. Если вы вот эту хуйню покрасите, ничего, разницы не будет. Или если у вас фара Бош, тут такая вставка серебряная, она тоже, блядь, на свет никак не влияет, она для, блядь, для красоты. Блядь, теперь как разобрали фары, заклеили отражатели ебучие, там вокруг просто. И, короче, можно... А, ну и обезжирили, блядь, и, короче, можно красить, нахуй. Всё, в общем, блядь, наши фары чуть подсохли, блядь, сейчас дул, короче, у меня голова закружилась. Блядь. Второго. В общем, теперь, блядь, после того, как наши фары высохли, вот, берём, блядь, герметик, хуй знает, какой просто, блядь, магазин, говорите, дайте герметик вам дадут, блядь, желательно прозрачный. И вот в эту дырочку захуяриваем, короче, герметик. И вклеиваем, нахуй, нашу фару. Сейчас, подождите, блядь, посидите. Ну, в общем, блядь, фары заклеили, блядь. Ну, так вот, за лентой захуяривали, чтобы они, типа, плотно пока, чтобы, блядь, нахуй не отвалились. Вот. Потом уберём. И покажу, раз. Ну, да. В общем, поставил я бампер. Спойлер, блядь, морда вообще некрасиво смотрится без губы и без этих чёрных хуйни посередине вообще прям некрасиво, блядь, мне прям бесит. Я, блядь, решил, короче, выбрать время чуть. Я же никогда не делал сборы, ничего такого. В разные города, да, приезжаю, там, ёпт твою мать, сходки, там, сборы всякие, ничего не делал. Вот. И в этот раз, короче, решил попробовать в Ростове. Сделал сториз, типа, блядь, кому кайф есть, на часик можно подскочить на один торговый центр, постоять там, то, сё. И, в общем, я сейчас еду туда. Ща там постоим, побазарим. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, в общем, сейчас по дню вам покажу, как получился спойлер. Такая вот хуйня. Он получился чуть светлее, но он, бля, выгорит, это всё просто лак свежий. Я не знаю, как вам на камере, но в жизни я чуть вижу небольшую разницу, но это всё хуйня. Если не всматриваться, блядь, это незаметно. Никто ж не будет там ходить смотреть. Блядь, чё за оттенки? Тем более, это пластик. У меня и пороги чуть голубее кузова. Это всё хуйня. Вот. А вот бампер. Блядь, максимально, посмотрите, как некрасиво, без губы. И чёрной вот этой хуйни посередине, вот, вот этой. То, что у меня здесь была жидкая резина, блядь, посередине. Смотрите, как, блядь, не смотрится вообще какая-то вот... Я вообще, как будто это не моя машина, блядь. Её бы так поставили, без меня бы покрасили. Номера бы сняли, я бы нахуй не узнал по морде, блядь. Ну, в общем, блядь, я результатом доволен. Покрашена охуительно. Как-то так, ну, блядь, ну, посмотрите по-братски, блядь, какая она смешная, блядь. Я ещё хочу новые стёкла поставить, потому что эти уже какие-то, блядь, матовые, или, как сказать, я не знаю, что с ними, блядь. Но они уже какие-то старенькие, блядь, эти стёкла на фарах. Я поставлю новые, ну, блядь, расклею, заклею, будут новые. Я раньше сомневался, я думал, можешь попробовать снять жидкую резину и губу, ну, может с губой, но и жидкую резину снять, посмотреть, что как. Ну, мне вообще не нравится, если честно, прям вот максимально вообще, блядь. Блядь, падают, блядь, прям на выезде два поста, друг за другом сразу, экипажа, блядь. В общем, выезжаем мы обратно, с кайфом, катим. Честно, за домом уже соскучились, блядь, ну, путешествовать мне понравилось, пизда, блядь, на четверке, блядь. Это всё равно свой кайф, это своя романтика, это, блядь, любой может поехать на нормальной машине куда угодно. Куда угодно, блядь, без проблем, это дело лишь, блядь, в топливе, хуево, блядь. А вот, блядь, когда ты едешь на своей машине, на такой какой-то необычный, блядь, грубо говоря, на статике, да, на пневме, это уже совсем по-другому. Кто-то скажет, а, блядь, хули там ехать, то же самое всё, но это не то же самое, да, блядь. Вот, едешь в плёнке, едешь на посадке, и вот это, ты другие ощущения получаешь, на тебя все смотрят, по трассе там тебя обгоняют, ты обгоняешь, у тебя, блядь, на тебя смотрят, какие-то, ты вызываешь, вызываешь какие-то у людей эмоции, у каишников какие-то эмоции, там, блядь. Когда нормально останавливают, они такие, ебать, а ты как-то едешь нахуй, ну это всё, это всё весело, сука, и пиздата, блядь, и пока не попробуешь, не поймёшь, и вот свой кайф, когда ты вот не на автобусе, не на самолёте, не где-то там, да, это тоже свой кайф, я там есть, когда ты путешествуешь там на самолёте, ну просто я имею в виду, это отдельная хуйня, вот, когда ты едешь на своей машине, на своём, так сказать, проекте, блядь, и просто ты на нём едешь, и это... Вдвойне интереснее получается путешествие, как бы, вчера была встреча в Ростове, первая моя встреча за, блядь, всю мою блогерскую жизнь, на самом деле, блядь, я не делаю, встречи не делаю не потому, что я там какой-то задавшийся, мне броху на мою аудиторию, и не хочу общаться с подписчиками, живую, типа, и подобная хуйня, просто, блядь, я ещё не осознал того, что, типа, блядь, меня кто-то смотрит, меня кто-то знает, кроме мусоров, блядь, не привык ещё, у меня так ощущение складывается, что нахуй я никому не нужна, и я готов, блядь, сейчас сделаю сбор, нахуй никто не приедет, ну, и, типа, нахуй, нахуй сейчас ещё со мной видится, блядь, у меня ещё просто это, внутри меня сидит, и я поэтому ещё сборы всякие не делаю, блядь, типа, поняли, короче, вот, но вчера сбор сделал, ну, правда, я поздно сообщил о сборе, и мне, блядь, наверное, человек 5-6, наверное, написали, типа, блядь, поздно сказал, типа, я там, я бы приехал, и получится, там, то есть всё, пацаны приехали, нормально постоялись, пообщались, всем спасибо, кто приехал, всё было, блядь, пизда, тут так немного постояли, блядь, просто пообщались, побазарили, пофоткались, и разъехали, блядь, ну, в скайфу, я так и планировал, я так и хотел, я не хотел, там, чтобы было, во-первых, много людей, и до первого раза, блядь, я хотел, чтобы всё было именно так, дальше уже буду в других городах пытаться, там, что-то делать, какие-то сборы, но уже буду заранее, хотя бы, там, за день об этом говорить, сообщать, чтобы все могли, чтобы, ну, чтобы все знали, и все могли приехать, кому надо, в общем, всё, всем спасибо, мы выдвигаемся домой, по приезду домой, сниму такую небольшую концовочку, блядь, елбаны, дороги начинаются, я их рот ебал, вот вроде, блядь, асфальт свеж, чёрный, но, блядь, ему пизда уже, сейчас ещё будем проезжать посты, ещё посмотрим, как мы проедем посты, заезжаем на пост, не будь, Взглядом проводил, чисто, блядь, с кайфом, тут такие эти мусора, а не, нормально, просто, просто нормальный конечник, который не зациклен на тонировке, там, на этой, блядь, на всякой посадке, чисто, блядь, который, О, посадочек надо въебать, блядь, просто, блядь, уйдет, всё нормально, блядь, и пропустил, короче, там моргнули, типа, там мусора стоять, сейчас, блядь, давайте, прижмёмся к фуре, чтобы нас особо видно не было, и посмотрим, что там за суета, блядь, Здрасте, ну и всё, блядь, ну и, ну и, ну и заебись, Шо, нас не остановили, блядь, короче, тут какая-то жёсткая пробка в Кропоткине, сейчас мусора прям пролетели, по обочине, и я еду по обочине, блядь, Ну, по-ху-ка-ка, какая-то, да, обочина здоровая, а Холик будет туда не ехать, хе-хе-хе. В натуре, блядь, да, ху-лю, блядь, можно было полосу ещё одну сделать, блядь, ну, я думаю, если мусора плата погнали, значит, я им нахлоп буду не нужен, я надеюсь. Блядь, ну, какая-то пробка жёсткая, мне кажется, авария, но это такое место, но, блядь, как бы тут авария странная, блядь, потому что тут как бы населённый пункт, это не трасса, и как бы, блядь, хотя всякое бывает, но всё равно, хуй знаю, там вроде дальше сюда фор, редко. Ну, я первый раз вижу пробку, чтобы отсюда начиналась, блядь, это она началась на мне, а там сзади, вон ещё, блядь, миллион машин, поток остановился. Ба, чисто исполняем я и Volkswagen вагон, нахуй, уверенно, блядь, за мной идёт. О, бочина ровная, вроде, блядь. Фу, как будто на вольничку у нас дорогу наехали. Да и какой-то жареной хуйней воняет. А, ну, там чё-то люди стоят, может, чё-то случилось. Да ладно, давайте вернёмся в полосу, блядь. Хотя, блядь, тут полоса, блядь, я ирод ебал, поедай. Да, бомб. Блядь, 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 тут слишком высокая колья, блядь. Спасибо, спасибо. А, блядь, я хотел влево уехать, а там полоса закончилась. Ну, ладно, блядь. Сейчас мы знаете, чё там будем, блядь, не вон, да. Что такое чувство? Не, там дальше хоть поток идёт. А здесь прям, ну, там прям стояла пробка, странная, блядь. Здрасте, блядь. Мне прямо, я просто спросить, блядь, блядь, куда. Всё, в общем, подъезжаем к посту самому последнему, самому строгому, так сказать, за всё время. Потому что это, по-моему, один из единственных постов со стоп-контролем. Блядь, давайте так ебанём. Вот, и на нём, так сказать, не могут разъебать. Хотя, потому что у вас нормальная касса есть. Я, короче, пристегнулся, выключил ксионон, пристегнул ремешок. Сейчас, когда будем подъезжать, хотя можно и сразу включим свет в салоне, типа, ну, чё-нибудь меняется. Ну да, разница небольшая есть, в салоне становится светлее. Я думаю, 35-ку спалить, в принципе, не должны. Но они могут у нас остановить и не из-за тонировки, а потом спалить тонировку. Хотя, блядь, они всегда, блядь, по-любому знают, что если стекла пущены, значит, блядь, в плёнке едут. В общем, стоял молодой, но так посмотрел. Но мне показалось, что у него рука дёрнулась, но он, наверное, молодой. Прям очень молодой. И мне кажется, он, типа, не на опыте. Я же он ещё не привык доить таких, как мы. Посадочек, блядь. Это как, блядь? Здрасте, блядь. Надеюсь, мы не забываем. Всё, в общем, финишная прямая до дома. И Паши просто сейчас пиздец. Всё, осталось, грубо говоря, 50 километров. И мы дома. Так что, скафим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова